Привет всем небезразличным к сфере онлайн образования в России. Меня зовут Илья Терновой. Рядом со мной должен был быть Федор Спиридонов, но, к сожалению, здоровье нас всех подводит. Поэтому я предлагаю в комментариях сейчас под этим выпуском пожелать Федору скорейшего выздоровления. Сегодня у меня в гостях будет эксперт и продюсер в одном лице. Ольга Селихова. Она создала онлайн школу по открытию шоурумов. Ребята, тема интересная, тема крутая. У меня был когда-то опыт создания интернет-магазина. Я думаю, у многих из вас, все, кто нас смотрит, сейчас был какой-то смежный опыт тоже по созданию шоурума или интернет-магазина. Друзья, смотрите выпуск до конца, потому что в конце Ольга просто подарит действительно хороший бонус всем на обучение в своей онлайн школе. Погнали! Ольга, привет! Привет, рад видеться, отлично выглядишь. Рассказывай, у меня написано, что у тебя ниша интернет-магазин в социальных сетях. Ты же говоришь, что это только Инстаграм. Только. Давай вот немного подробнее об этом. И почему только Инстаграм? Вот. Это первый вопрос мой. Во-первых, там сейчас все сидят в Инстаграме. Это самая для меня популярная площадка. Там возвиться очень легко и в любом случае. Ну, сейчас все абсолютно, даже вот магазины, абсолютно все переходят туда. То есть, там можно продавать даже квартиры. И реализоваться именно в Инстаграм намного легче. То есть, зачем брать... То есть, вот чем уже нишей считают, тем не распыляться на все подряд. Тем тебе же лучше. То есть, насколько я помню, точнее понимаю, Инстаграм уже правильно сейчас затачивает все под бизнес, да? Там можно выделять конкретную вещь и... Сейчас, да. Что не блогер, то бизнесмен великий. Что не блогер, то бизнесмен. Ладно. Вопрос о твоем шоуруме, точнее о твоей школе, онлайн-школе по созданию шоурумов, правильно я понимаю? По открытию шоурумов у меня в Инстаграм. То есть, у меня опыт 6 лет этого бизнеса, но в Инстаграме я только 3 года. И когда мы начинали, мы вообще не понимали, как это делать. Ну, сейчас очень много шоурумов в Инстаграм. Это факт. Очень-очень много, но я не уверена, что все они хорошо продают. Потому что, если ты заходишь в аккаунт, ну, там как на рынке, там все подряд, там некрасиво, непонятно, у кого ты покупаешь. Мы развиваемся через личный бренд, когда ты понимаешь, у кого ты покупаешь. Как ты пришла вообще именно к созданию шоурума? Чем ты занималась до этого? Потому что история каждого резидента-акселератора, она разная. Хочется знать, да, так, знаешь, прям с самого... с самой глубины твоей жизни, поэтому начни рассказывать. Я не знаю, у вас времени столько хватит. У меня, я вообще с маленького очень поселочка, и, ну, это на крайнем севере, очень далеко, и, ну, понятно, что туда... Может быть, нас смотрят оттуда? Какое, что за поселок? Мода Черский. Это Саха-Якутия. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Мода до туда доходит крайне медленно, там, может, лет через пять придет. Но сейчас они, благодаря мне, модные. И вообще хорошие ребята, я их очень люблю, это моя родина. Вот, в общем, мне всегда этого не хватало, то есть это через собственную боль. И я, когда улетела поступать, я увидела, что в городе есть красивые вещи и очень захотела их привезти себе в поселок. Мне на тот момент говорили, что, ну, не надо, ты что, у людей здесь денег нет, здесь никто не купит, здесь это не надо. Ну, я не послушала, я вообще часто никого не слушаю и делаю по-своему. И я привезла, ну, то есть я закупилась, это была зарплата студента 17 тысяч, я закупилась. Что за зарплата студента? Сейчас давай попробуем. Я училась на первом курсе, работала официанткой, получила зарплату, все ее потратила на вещи и отправила к себе в поселок. Ну, я очень быстро это все продала, очень хорошо заработала, мне понравилось и людям тоже понравилось у меня покупать. У меня все равно остались там две-три вещи, которые никто не купил. Но я тоже нервничала, что, ну, почему их никто не покупает, зачем они мне дома валяются, зачем они мне нужны. И я решила, сделаю фотографии там, где я покупаю и отправлю их, пускай мамам покажут своим знакомым. Потом как-то организовался чат всех знакомых, туда я начала скидывать фотографии и люди начали заказывать. То есть уже по предоплате я начала им вот так вот, ну, как посредник, то есть у тех купила, здесь перепродала. То есть получается, что круг клиентов, это был круг знакомых. Ну да, то есть он в принципе поселок маленький, там три тысячи населения всего. Я очень много всего хотела и перед тем, как что-то запустить, я всегда шла учиться. То есть когда в Альфа-банк пришла, пошла учиться в государственное муниципальное управление, ну, потому что там это нужно, а не строительство. Думаю, нет, на имя не очень, ну, пойду в салон красоты, наверное, открою, свой там кредит потом возьму, пойду отучусь. Получила четыре диплома мастера по маникюру, мастер мужского зала, ну, парикмахер тоже не понравилось. Думаю, мне что-то не в моем. И думаю, ну, шоурум, хорошо же шло. Мама говорит, то, что вот все спрашивают, а почему не возите вещи. И я решила его возобновить. Потом личная история, я уезжаю из того города и сразу в Москву. Ну, вообще не знаю почему, просто купила билет и поехала в Москву. И здесь уже начала ходить по бизнес-тренингам. А когда ты вот находишься в такой атмосфере, ребят, которые целеустремленные, которые тоже стремятся, хотят, развиваются, у тебя вообще мозг начинает по-другому работать. И это так классно. Я начала узнавать других поставщиков. И все. И потом организовала в Инстаграме шоурум. Ну, работала по-прежнему только на свой... Нет, там я уже, когда приехала в Якутск, такая смелость набралась. Думаю, а что, я везде могу? Люди-то одинаковые везде. Все. И я начала только на Якутск. Заказывали. Очень хорошо начали заказывать. Я думаю, ну, в принципе, у меня это вообще стабильный доход. Останусь, конечно, шоурумом, я буду их развивать. И как-то в сторис сказала, там, продаем франшизу. Ну, и мне девочка написала. Ну, девочка, которая у меня, в принципе, до этого заказывала сначала шубу, потом там ей варежки продали, ну, к шубе допродали. И она говорит, ну, я хочу. Очень. Я говорю, ну, давай, я тебя обучу. Думаю, что я ей буду рассказывать? Чему я ей буду учить? Думаю, ну, расскажу, как я делаю. А она потом... И я начала рассказывать, такая, думаю, ничего себе, какими знаниями я обладаю. То есть это вот, ну, это же такой большой опыт. Я думаю, надо как-то это вот все... Систематизировать, упаковать. Да, я не понимала вообще, как это все сделать. То есть у меня вот, грубо говоря, была такая большая гора из информации, да, ну, гора из, как скажем, из книг, да. У меня не было полок, я не знала, как их вообще делать. И это же еще их нужно проставить в нужном порядке. Я вообще не понимала, как это сделать. Все как-то на коленке, ну, как-то вот само собой, как-нибудь рассказывала. Несистемно абсолютно. Потом пошла на трансформацию и на сцене увидела вот акселератора. Я их слушала и такая думаю, ну, вот же, это то, что мне нужно. Так вот в голове я... Они... Вот у нас вебинар, я на него записалась и почему-то не пошла. Ну, как-то вот пропустила. Ну, так и забыла. Потом вторая трансформация. Я люблю по несколько раз ходить. На одно и то же. Ну, это как бы... Нет, в принципе, на любые тренинги мне очень нравится. Даже не столько за информацией, за вот этой атмосферой, за людьми. За надворкингом, за общением, да? Да. Вот. Это очень важно именно общаться с теми, у кого результат уже есть. Слушать там не те, кто книжек начитался, а у тех, у кого результат есть. Ну, практикующие бизнесмены, которые ведут свой бизнес доходный, да, условно? Конечно, чтобы, ну, убрать опыт у тех людей, кто уже этого достиг. Второй раз на трансформации. Снова акселератор. Снова они на сцене, да. Я такая, блин, ну вот же, точно. А я там познакомилась с ребятами. И опять я записываюсь на их вебинар. И опять, ну, и в этот раз опять не посещаю его. Но вот один из тех, с кем я познакомилась, говорят, ты же вот хотела посмотреть. Ты смотришь, они вот сейчас вебинар проводят. Я такая, нет. Говорю, а что-то я ссылку потеряла, кинь мне. Он мне кидает. Я ее открываю. Ну, послушала, поняла, что, ну, они что-то знают. Но вот всю информацию с вебинара применить вот так вот тоже. Ну, я понимаю, то, что я сейчас опять сделала, опять это будет на коленке. Они мне в следующий день позвонили. Ну, вот их... Менеджер, куратор. Ага, по продажам. Я говорю, сколько стоит? Ну, они мне называют цену. Я такая думаю, да не, я, наверное, сама могу за такие... Какую цену они тебе назвали? 500. Так, это самый большой, этот... Ну, походу, самый большой, да. Ага, они... Я говорю, ну, не, наверное, нет. Они такие, а что смущает? Я говорю, ну, цена смущает. Они мне, давай ее снижать. Это такая, думаю, ну, блин, прикольно, наверное. Но все равно как-то вот... Сколько ты отдала за обучение в итоге? Кажется, 360 или 390. Я безумно благодарна, что я туда пошла. И это не только деньги. То есть они мне дали очень много возможностей, на самом деле. То есть эти ребята и круг моего общения сейчас, я бы его не приобрела бы вот так в простой жизни. Ну, может быть, и приобрела бы, но они это сделали... Они просто мне это дали. У них есть клуб 5 нолей, то есть это те, кто зарабатывает уже сотни в месяц на школе. Ну, и... Но им нужно предоставить отчет. И составляя этот отчет, я смотрю на то, что есть. То есть им же нужно подтверждение, чеки, выписка со счетов. И я смотрю, я думаю, что правда? То есть ты не замечала этих? Да, я не замечала. Просто очень важно вот именно вот эти шаги, которые ты делаешь, отмечать. И, в принципе, акселератор, он выстроен так, что тебе дается возможность отмечать. А когда оборачиваешься, смотришь, и, ну, прям шокирован, что получилось. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. По итогу, вот по прошествии времени, ты можешь сказать, что эти деньги 100% отданы не зря? Да, конечно, нет. 100%? 100% отданы не зря. И я, во-первых, я это поняла еще, когда я начала приобретать эти связи. Когда я произношу, что я учусь в акселераторе, на меня люди смотрят прям, правда, а расскажи. И мне пишут. А слей нам этот курс, да? И обо мне начинают говорить уже в другом ключе. То есть меня уже воспринимают иначе. Ну, я просто девочка такая маленькая, блондинка еще к тому же, там, с какой-то деревни. Ну, как бы вот так можно воспринять. А когда я рот там открываю, как они говорят, да, и как, то, ну, они, ну, как бы, соотношения, ну, вот, не сходится внешность и что в голове. Что самое ценное, вот три самых ценных инсайта, которые ты получил от акселератора? Что самое ценное? Окружение, свободу и деньги, потому что эти деньги теперь не позволяют вообще, ну, возможностей у меня куча. Во-первых, я подарила магазин маме, что сейчас ей дают возможность вообще не рассчитывать на пенсию, спокойно уволиться, жить в удовольствие. Ты сказала о том, что акселератор дал тебе свободу, то есть вопрос такой, сколько времени, сколько часов в день, допустим, ты уделяешь своей школе или как это ты вообще воспринимаешь вот свободу? Ну, я, наверное, могу сказать, что я прям вот работаю, ну, может быть, часа два-три в неделю. Всего лишь. То есть я правильно понимаю, ты же и продюсер, и эксперт. Да. То есть у тебя, тебе там не надо подписывать договора, как-то процентном соотношении делить прибыль, да, то есть ты сама себя упаковала, сама себя продаешь. Сколько денег ты потратила на запуск первого вебинара, да, первого? Ну, я оплатила вебинарную комнату, технического специалиста, рассылки, ну, может быть, тысяч тридцать. Как ты привлекал первый трафик? Откуда шел? Это было ВКонтакте, мне технический специалист рекламу настроил. Мы там потратили, наверное, тысячу или, может быть, даже полторы, ну, не больше точно. Так мало, полторы тысячи рублей. А сколько был человек на вебинаре? Человек 60, наверное. Это пришедших? Да. А заявок? А у нас доходимость огромная, очень хорошая доходимость. Как-то вот он так получилось, выстроить все. Может быть, именно целевую аудиторию хорошо поняли? Правильно ли я понимаю, что, ну, школа по созданию шоурумов, это все-таки такая девчачья больше история? Нет, очень много парней. Так, вот, очень интересно, парни шоурумы какие делают? Ну, с мужской одеждой? Мужская одежда, подарки, обувь, платье, то же самое. Просто они как-то вот... У нас же, как в моем обучении, пакет эконом, когда ты самостоятельно изучаешь, и там у тебя в месяц две встречи с кучей вопросов ты мне задаешь, пакет оптимум, это с полным моим сопровождением, то есть я с тобой на связи 24 на 7, и парни, они со мной консультируются, а что, из чего это платье, что означает это название, что такое стрейч, а вот такая модель на 42 налезет, ну, то есть... Он на себя хотел принять. Я их полностью контроль, консультирую прямо по мельчайшим деталям, ну, как вот в акселяторе, знаешь, мне они чем подошли тем, что они честные, и я за честность, вот у меня даже так и звучит, что вот мой бренд основанный на честности. А как называется твой шоу-рум, который ты сейчас ведешь? У тебя же есть сейчас? Мои шоу-румы. А, у тебя их много, а сколько у тебя их? Ну, было 9, наверное, сейчас 6, потому что мы периодически продаем и закрываем те ниши, которые, ну, мы же тестируем, да, то есть мы работаем без закупа товара на наличии абсолютно, мы тестируем. А, то есть вы бы клад... То есть мы фейк-аккаунты, да, фейк-аккаунты создаем, смотрим, собираем заявки, если на этот товар есть клиент, то тогда мы только уже настраиваем все по-взрослому, вот. Ну, и вот периодически мы меняем ниши, тестируем новые. Сейчас же очень много появляется таких направлений, которые, ну, только привезли с Китая, да, они там что-то разработали, ну, и мы сразу же хватаемся и начинаем продавать. Просто у меня вот еще такое понятие, что шоу-румы и бизнес в социальных сетях, да, интернет-магазин, да, условно назовем так, это настолько конкурентно сложный рынок, потому что, ну, это же открывается ежедневно. Какие-то школьники открывают, там, 15-летний, что-то все куда-то лезут, там, часы, не часы, да, там, не знаю, цветные носки, там, ну, то есть это просто какой-то рынок, мне кажется, вот, муравьиный такой, знаешь, склеп, где там все что-то копошатся, каждый что-то продает. Вот как в таком, при такой конкуренции оставаться, там, какие-то индивидуальным шоу-румом придумать свою уникальность? Ну, во-первых, ты посмотри на эти магазины, ну, то есть это привлекательный аккаунт, и не во всех покупают. Ты не будешь конкурентен, если ты будешь, во-первых, продвигаться через личный бренд, через себя, но ты такой, по сути, один, такого второго человека нет. Но ты через кого продвигаешься? Через себя, через собственную экспертность. У тебя есть личный бренд? Да, это все строится на личном бренде. То есть нужно, во-первых, нужно понимать, что такое личный бренд, а что такое бытовая популярность. То есть личный бренд – это когда ты экспертен, и у тебя покупают, потому что ты точно экспертен в этом направлении, и твоя аудитория это видит. А бытовая популярность – это когда ты в аккаунт заходишь, просто вот как на телешоу посмотреть, да, как бы человек популярен, да, но у него не купят. И мы как раз, когда к нам приходят и говорят, а вот какую нишу запустить, скажи, какая более выгодна по деньгам, типа где мы больше заработаем. И нет определенного, во-первых, нету ниши, которая 100% выстрелит, это очень индивидуально. Во-вторых, тебе нужно, тебе должно приносить удовольствие то, чем ты занимаешься. То есть ты должен быть лидером мнений, то есть если ты грузчик, и сейчас будешь всем говорить, что покупайте у меня платье, ну кто у тебя их купит? Ну потому что абсолютно не экспертен в этом направлении. Если ты вот как мальчики, да, они же не могут продвигать через себя и говорить там, вот покупай у меня платье. Да, да, то есть я поэтому и удивился, что… Они находят себе лицом магазина, то есть лицо, у которого они будут рекламироваться, амбассадора, да? То есть мы же часто видим, что там один блогер ест именно вот бомбарда, то есть и уже ассоциация с этим блогером именно с бомбарда. И вот так же и выстраивают они, то есть ты либо продюсер в своем магазине, либо ты эксперт сам. Сколько у тебя человек, когда открылась первый поток пошел? Ну прям по-взрослому, наверное, это был июль. Июль, ну то есть полгода условно. Да, до этого это были пробные вебинары, люди тоже были, но это был там один-два человека в месяц. Ну как бы, ну это тоже было нормально. Я просто такой человек, который понимает, что вот так не случится. И я спокойно реагировала на то, что все было постепенно. Сколько за все время, вот за полгода прошло человек на обучении? Несколько сотен. Мы недавно делали как раз обзвон, потому что есть такие ребята, которые купили и до сих пор не обучаются. То есть они там купили, зашли и как-то больше почему-то их не было. И вот мы делали обзвон, несколько сотен было. Ну точного количества нет. А бывает такое, что человек купил, посмотрел, прошел, проконсультировался у него, у тебя и ну вот не получается у него, вообще вот нет. То есть он, это ниша не идет, это ниша не идет. Как? Он не знает вообще, что делать. У нас даже гарантия есть, то есть мы 100% возврата денег, если ты все сделал и у тебя не получилось. Мы возвращаем деньги в полном объеме, мы об этом говорим с самого начала и не один раз это повторяем. Ну то есть некая такая гарантия для клиента, это все-таки такой крючочек, да, зацеп. Да, это триггер, конечно, который цепляет почти всех, и цепляет. То, что ну попробуй, не получится, ну как бы если что, вы деньги вернете, да, вернем. Просто нужно пройти именно, у нас есть тестовый, тест в самом конце, и ты должен прикрепить все то, что тебя, чему тебя обучали. То есть если мы говорим, прикрепи то, где ты рекламировался, то прикрепи, пожалуйста, то, где ты, покажи статистику, потому что тебе ее присылают по окончанию рекламы. Прикрепи ее, мы посмотрим, а если на самом деле ничего не получилось, хочешь, мы вернем тебе деньги, но хочешь, мы тебе поможем. Ну потому что помогаем мы, в принципе, и так, так и так. То есть если в этом месяце у тебя что-то не получается, и ты молчал, то в любом случае мы тебе позвоним, и ты нам расскажешь. Вот, ну а так они каждый день со мной на связи. Какая прибыль? Сколько ты за полгода чистой прибыли у тебя? Ну вот, когда вот я давала этот отчет, зафиксировано в программе полтора миллиона, но их там больше. В любом случае выстраивание взаимоотношений между тобой и кураторами, да? Это очень круто. Да, они мне звонили по нескольку раз в месяц, меня поддерживали, мне, за меня радовались, сообщая мои результаты. Ну это было здорово, мне очень понравилось. Вот когда я поняла, что это заканчивается, мне как-то, так, ну, может, еще купить? Ну как бы просто, ну, не для знаний вообще, потому что там классно. Атмосфера вот эта. Это, знаешь, тебя просто привели, как сказать, на поле, да, с ягодой. Дали тебе лукошко, собирай. Да, то есть тебе как бы ягоду показали. Лукошко, дали, собирай. Ну то есть не потрудишься, не соберешься. Возьми, собери. Ну то есть как бы здесь больше, здесь уже все дали. Ну что тебе остается, просто наклонись, возьми. То есть, ну это вообще потрясающе. Потому что, я вот говорю, они даже дают не столько мне возможность, сколько они дают моим ученикам. Потому что они меня вырастили, а я еще несколько людей вырасти, ну вот сотни, да, вырастила. И я помогла тем реализоваться. Они меня, ну мне помогли, а я вот такому огромному количеству людей помогаю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Ты сама делала лендинг? Лендинг это вообще. Я прям, просто ты, я до этого спрашивал, да, сколько там, как запускалась, и ты не сказала ничего про лендинг. У нас лендинг до сих пор вообще. Вот, наверное, на лендинге у меня больше всего было проблем. Потому что я сначала мужчина там на воркзиле какого-то нашла, который, а я девочка и ничего не понимающая в этом. И он мне говорит, я вот тебе сделаю там уникальный, он будет вот так листаться. И потом, когда клиенты заходят, они такие, а как бы, ну вниз? Я такая, ну он там вбок. Ну это ведь каждому не объяснишь, кто-то зашел и вышел. Ну потому что он не листается вниз, окажется вбок. Ну я говорю, мне не надо так. Ну он, в общем, меня заблокировал, сказал, твои проблемы, что тебе так не надо, ты уже заплатила. Вот. Сколько ты денег разложил? Ему пять тысяч. А, ну это немного, да. Не много. Ну в тот момент мне казалось вообще зря потратила, но обидно было. Потом мы, когда уже нет курс купили, там тоже можно было. Технический специалист сделал мне этот лендинг. Ну я как-то с ним жила. Мне даже покупали. Хорошо покупали. Тут, наверное, месяц назад я на него зашла. Я не заходила. Я знала, что он есть. Я зашла, думаю, господи, кто это писал? Какой ужас. Там, там, там такой ужас вообще просто. Ну вот, но он мне стоил две тысячи всего, технический специалист. Мы настолько сдружились с ним. Ну то прям вот уже семья. Мы сделали еще один сайт. Сейчас он мне нравится. Но мы ищем еще специалистов, вот, чтобы сделать. Чтобы нормальный вебинар, да? Да, сделать еще сайт. Автовебинар везет у тебя? Нет, у меня все в онлайне. Почему ты не стала записывать автовебинар? Хотя, насколько я знаю, да, акселератор уже советует. Я один проводила автовебинар, но это мне не понравилось. И вообще, мы сейчас используем модель больше марафонов. То есть, пять дней открытых дверей, после которых хочешь дальше, на купи. Просто я настолько уверена в своем продукте, что я могу это себе позволить. Помнишь, я тебе говорил о том, что тебе нужно сделать какую-то скидку на обучение в твоей онлайн-школе. Поэтому, ребята, вот сейчас мы определяем размер скидки. Это будет... 50%. 50%, ребята, если... Ну, это будет значительно, потому что вот эти маленькие, то, что дают там, ну, 5, там, 10, ну, нет. Нет, это ерунда, 100%. Это ерунда. 50% скидка после выхода этого видео на YouTube в течение какого периода? Она всегда пускай закрепится за вами. Это ты лучший эксперт, который к нам приходил. Ребята, 50% скидка навсегда. То есть, если вы будете смотреть это видео через 3 года, через 5 лет, через 10, если YouTube будет еще существовать, вы сможете получить скидку на обучение в онлайн-школе по созданию шоу-румов. Вот у нас, кстати, 2 месяца обучения и год сопровождения докрутки бесплатно. Подытожим, подытожим. 50% навсегда, навечно. И нам нужно какой-то промокод сделать для людей. Давай сделаем из твоей истории, вот, из нашего общения. Это будет промокод Якутия. Давай, отлично. Все. Промокод Якутия, 50% скидка на обучение в онлайн-школе по созданию шоу-румов. Ребята, это просто бомба. Спасибо тебе большое за интервью. Рад был пообщаться, познакомиться. Ребята, огромное количество инсайтов я для себя вывел. Надеюсь, и вам было полезно. Всем спасибо.